Ред Драгон Лучшее оружие геймера Врываемся, ребята, на последний матч сегодняшнего вечера, в котором сойдутся экскюзы Они по левую руку сейчас и против них вивейки, которых мы уже сегодня видели Но вот у них два матча сегодня, как и у Зе, которые уже поиграли сегодня, закончили упражнение Теперь уже смотрим третий матч Уже говорилось всем командам удачи, а вам, ребятки, приятного просмотра Но вивейкам не удалось в первом матче одержать для себя победу По крайней мере, вышли в ничью, тоже, допустим, для них неплохо Но посмотрим, что они смогут показать нам в этом матче Здесь, конечно, победа им требуется просто кровь из носу Точно так же, как ребяткам из команды Экскьюз Кто окажется сильнее, узнаем в ближайшие несколько десятков минут Ну а у вас, друзья, на данный момент уже доступна возможность Прикупить себе дополнительные поинты в летнем ивенте Сегодня у нас на, так сказать, на торгах по 400 очков ивента в копилку вашей команды Все, что вам нужно, это нажать на магазин баллов Если вы до сих пор не знаете, где это, то это находится под окном чата И выбрать команду, за которую вы хотите подтопить своих баллов А дальше нажмите кнопку активировать и все, от вас больше ничего не нужно Мы сами все запишем и передадим нашим менеджерам А здесь, в первом раунде, команда Экскьюз уже под конку разбивается о скалы обороны Команда Вивейк спокойно стоит на своих позициях и ликвидирует одного за другим Шпилька успевает разменяться, закрыв Верео, но три соперника на карте в любом случае дают о себе знать Есть аркада на центральное кафе, где находится Ради Виса И, вероятнее всего, в четверке он может найти своего соперника и попробовать его ликвидировать Это же был Шпилька Но Ради Виса понимает то, что его здесь заметили и по-хорошему ему надо отойти И он этим и занимается Чейн закрывает ОМОНа при попытке выхода в Апленд Ну а Ради Виса... Подожди... Да, Ради Виса подставился все-таки под Шпильку И потерял для себя контроль Свап есть девайса Шпилька поднимает дуалы своего оппонента в центральном кафе Выходит уже на низ дом Но здесь потеряли немного контроль для себя игроки команды Вивейк Сакрот уходит на перемещение под БК И, видимо, он надеялся на то, что соперник попытается сыграть как-то под Б-плент Но Шпилька тропается на ноль Уходит опять же под пятерку Это уже направление Апленда Пока что Вивейки ищут совершенно не там Бомба будет установлена Вот ретейкнуть уже локации Альфы А, подожди, какая бомба? Времени-то нет уже Ага, все Ладно, вопросов никаких нет, извините Сам за таймером не уследил Чего уж тут говорить об игроках Есть контакт для Сакрота с квадрата и минус на Шпильку Так что раунд для Вивейков Первый есть, да Использовали полный таймер Прям вообще полный-полный Три минуты в игре дается на то, чтобы разобрать все свои вопросики, которые только можно Но для бомбы нужно побольше Ну, побольше в плане Больше чем 10 секунд Ее пока поставишь Там еще Сколько там, 45 или сколько секунд На бомбе самой Если вот такая проблемка есть Ну, ее с какой-то стороны можно Назад проблемой Когда у тебя опять же времени не хватает Презамы-то, кстати, про обе стороны говорится Ну, пошли разминировать И чтобы Оставить Ну, вот, надо учитывать постоянно в раунде Так, ну, я уже вижу первый затриггерил баллы И Команда Дракхорс Заберет 400 очков ивента Еще за 3 закинул 400 Ну, вот, пошла Расчехляйка Да, потихоньку, помаленьку Там я вижу еще Привет, Макс, привет, Илья Здарова, Хардастер Здравствуй, здравствуй Всем также Добрый вечер, друзья Мы смотрим с вами уже за финальным матчем На сегодняшний вечер Со счета 2-0 начали Продолжат ли 3-0 Сейчас узнаем Потеряли уже ради виса И, возможно, смещение под Аплент Будет более ожесточенным Нежели Вивейки ожидают Сакрат на перемещении Корба Не Точнее, он Слышать-то слышал Он не успел его поймать Омона Видимо, надеялся на то Сыграет в агрессию Сакрат обрывается на перестрелку На пирамиду Находит минус Находит даблкил Тамаев Но такое-то нельзя было отдавать Ни в коем случае Эго разменивается на окно Закрывает Сакрата под Аплентом Но это 3-3 Продолжение перестрелки Даблкил Закрывает своего оппонента Криптон отправляется в таверну Верео еще на перемещении под 5 Получает гранату в ноги Очень много урона впитывает И, возможно, все-таки Аплент будет потерян Но проблема в том, что еще надо занять Этот бомбсайт Поставить там бомбу И это все нужно сделать Желательно уйдя отсюда живым Но сможет ли это сделать Эго? Не знаю Нет, не сможет Хаешка залетает Хорошая от Чейна И этот фраг уже пополняет Копилку команды Вивейка И повышает их шансы На победу в раунде Амон 120 с КП Пытается прожать Контакт на пятерку Но там вообще Вереос дома Каким-то чудом Супер-мега-пиксель Нашел голову оппонента И принес третий раунд Команде 3-0 Поехали Эго врывает сейчас Боковая кафон Два соперника ожидают Но и сейчас Тиммейт тоже подошел Вроде можно будет Постреляться Вот Чейн, кстати, и взял карабин Он же Коби отбежал Напомню Этого играл с дуалом Решил вступить другу Окей Ветела Хаешка И еще одного Еще одна Хая от него И смоки есть Но тут уже ХП не осталось Погибать здесь не хочется Сказал друзьям о том Что, ребят, ну вы дальше сами Я что-то уже прям вообще без ХП Ну у них У двоих такая ситуация У Чейна и у Добавки Сакрат Смелое решение Поджим Бокового кафе А еще и выход С этого же бокового кафе На переставку против четверки И все пока успешно Удачно 4-0 на табло Для вивейков Пока что похоже на легкую прогулку Вечернюю такую прогулку Какие песни ты еще играли Ё-моё У меня сразу в голове песня заиграла Которая называется Мой пьяный романтик И вот по такой бы Угу Ой-ой-ой Какие все его тиммейты Потихонечку падают Там Майя Последний из живых Что-то врага для него Смог забрать Добалки Но тут Все 5-0 Пока что просто Свистом пролетели Со свистом Точнее Не просто Свистом А со свистом Пролетели наши Команды Первую половину Делового центра Как-то Экскьюзов Не узнать Не могут Ничего сейчас Придумать Не могут Как-то Контрагрессировать На оппонента Вивейки Суперуверенно Держали дистанцию В рамках обороны Да, конечно Позволяли Аркадить себе Периодически Но А почему нет Когда такая ситуация В раунде складывается Можно спокойно Идти И душить Своего соперника Но смогут ли Сделать это В 6-0 Сейчас посмотрим Может быть Комбейшная Заедет для команды Экскьюз На смене сторон Может быть Атака для них Пока что Дается менее комфортно Посмотрим Заходят уже Потихоньку В направлении Аплента Сюда отправляют Двоих игроков Центральную часть карты Министолит сейчас Ради виса Так что Аркада через пор Будет самым плохим решением Которое мог только Принять Криптон Ну ладно Ладно-ладно Убедил Убедил Но там бочку Подорвал Ради виса Он в смоках Он ничего не видел Все я оправдался При всем при этом Криптон сам Распикал позиции Банана И собственно Нашел минус на Омона Пока что Ничего Оу Подожди Да Своего же тиммейта Убил Это френдли фаер Огонь по своим Как говорится Нашел минус На Сакарда Теперь еще и погибает Чейн Но Ради виса Вместе с Дабл Кью Размениваются Дабл Кью Под бэплантом Недолго протянул Погибает Вслед за ним И Ради виса Отправляется в небыти Остался Вирео Но он уже куда Он уже под А И он ставит бомбу У него будет Микро тайминг На то Чтобы попробовать Уйти отсюда Но он все еще верит В то что соперник Будет играть на перемещение В пятерку И он будет прав На самом деле В своих выводах Залетает граната на 5 От которой ему удается Увернуться И у него есть информация Как минимум По одному оппоненту Но вот хаешка Шпильки Далее на 5 Приносит свои Положительные результаты Первый раунд Для команды Экскьюз есть Это 5-1 Но и Бомба деактивирована Камбэку быть или не быть Вот в чем вопрос После одного раунда Конечно Судить вообще не приходится Слишком мало Какой-то статистики Но Может быть Спустя 2-3 Пора будет Переобуваться Возможно Возможно На БК От снова замес Чейн проходит Под дальнее Кафе И тут просто Нереальный забив Пошел Среди которых Все попадали У игроков Вьювей Кроме одного Дабл-Кью Он последний Из живых Уходит в страну Теспауна Здесь ребята могут В принципе взять Это время Которое осталось В этом раунде Чтобы пообщаться И понять Что вообще пошло не так Но с другой стороны Тут нет какой-то Стратежки Тут ребята просто Открылись Просто убили Вот ровно то же самое Что по сути делали Вьювейки На предыдущей половине Вот В чатике Дрсэру пишут Все равно Не начисляются очки Вчера покупали Два дня прошло И не прибавили Ну Я смогу Предположить Я сам Отчет не вел Сколько там Чо кого В плане В лаунчере Вероятно Это связано с тем Что ребята По субботам Искусиме не работают И просто Мы информацию Ребята передали Все это дело Начислились Разумеется Мы же специально Не делали так Чтобы знаешь Точнее Все эта тема Не заводилась Чтобы вас забайтить А потом ничего не начислить Да нет конечно Вы тратите баллы На очки Для своих команд А после Они начисляются Разумеется Каждый день Когда вот такая штука происходит Все время Передаем информацию И ребята там Ответственно к этому делу Тоже подходят Не зря это все придумалось Да То есть Вот ну прям Самое важное Что вам отсюда Нужно понять Это то Что они начисляются Спустя время Мы передаем информацию Менеджеры В офисе Начисляют Но как этот процесс Начисления Проходит В удобных Моментах Аля технической Профилактики Или еще что-то В этом роде Мы не знаем Наша задача Провести И передать информацию Собственно Чем мы и занимаемся Поэтому ребятки Ожидайте Все у вас начислится Никуда не денется Никто у вас Это не заберет А мы смотрим За тем Как команда Экскьюз Полностью Комбетчит И вот здесь Уже можно Наверное Идти И переодеваться Даже не то Что переодеваться А переобуваться Заходят потихоньку Вивейки В направлении Аплента Возможно даже Поставят бомбу После минуса На Криптона Закидывается еще И осколочная В дом Это эго Немного отогнали Но сниз дома Находится Омон Который начинает Наводить шороху Под коробом Так что Пролонгировать Какую-то поддержку Зонирование Дома Хаешками С короба Уже просто не получится Занимается Бумсайд Сакра сразу же Забегает И ставит бомбу Даблки Он находит минус На Омона И он остается В коробе Действовать на нервы Своему сопернику Перестрелка Под пятеркой Шпилька проигрывает Эту дуэль Даблки Вылетает уже И на ноль Где находится На данный момент Томаев Но для Верео Это минус Дома эго И минус на ноль По Томаеву Так что Шестой раунд Заезжает в карман Для команды Вивейк Слишком много Отдали Экскьюз На первой половине Если бы взяли Хотя бы Один-два Это было бы Их страховкой И их правом На ошибку Но вот что Будет дальше Пока что Неизвестно Кто сможет Вырваться вперед На карте Убежище И возможно Даже полноценно Перевернуть Исход этого матча И вновь Вывести в ничью Узнаем Вот так Вот так И вот так Все Радим Так Когда следующие игры Шестого числа Пишет Unstop Идем проверять Что написал Да Так Да Все верно Не соврал Сейчас Быстренько Переключаемся Смотрим с вами И вот Я быстренько Табличку показываю Что вот Шестого числа В 19.00 Первый матч Fly to moon Против friendly Вас всех приглашаем Получается Ну а пока У нас Второй Вторая карта Третьего противостояния На сегодняшний вечер Она же заключающая Я Эту игровую неделю Вивейк против Экскюз Первая карта Уже на счету У коллектива Вивейк И хотят Они забрать вторую Но пока Сопротивляются Экскюзам В свою очередь Экскюзам Да Я бы отметил Для них Что это как раз таки Удобная карта Припоминается мне Они ее могут играть Очень хорошо Третья секунд От раунда Позади Криптон Слышал наверняка Зиг Сказал другу Типа посмотри У меня там что-то есть Атомаев говорит Да конечно Из боковой Сейчас иду И тут и там Пробег есть Начались Проблемы у ребят Шпилька Помогает Здесь минус По чейну Находится Криптон Все это время Пока Ну Ну чилит Внутри Выходит такой А ну вы уже Разобрались Ну Молодцы Я Сяду обратно Пожалуй Вышло Да забавно Ну Дабл Кью Все это время Бежал сейчас В сторону Аплента Может поставить Бомбу И в принципе Это окей Ситуация располагает К тому что Ну Можно взять И поставить Теперь Другое дело Защитить Эту бомбу Эти смоки На мид Будет ребятам Тяжело открываться Кстати он даже Наверное Больше себе Здесь помешал Потому что ребята Под смоками Просто зайдут Под тачку Я почти в этом уверен Первый пошел Второй пошел Все они уже Приблизились ближе И В упоре Хорошая пачка Раунд Не знаю Такие смоки Мне кажется Бросать Только дальше Нужно глубже В точку Сейчас успеем Не успеем пролететь Вот Ай-яй Вот сюда куда-нибудь Под мусорку Раз уж С плента находишься Получается нужно Вот чтобы она Как-то отсюда Ударялась И падала сюда И чтобы Выход со смоков Был проблемным Для соперников Ну и сходу Получается Что игроки Команды Экскьюз Забирают для себя Раунд На убежище Вивейки Но смогут ли Сейчас себя показать Посмотрим Там шпилька на Аркаде Минус на Раде Виса Но далее полетела Целая серия минусов Даблкил для Даблкию И плюсом Подключился Его Читмейт На перестрелку Это же был Сакрит Хаешка от Верео На гранате Минус Омон Ну и Криптон Недолго протянул После первого Же потерянного раунда Для себя Экскьюз Принимает решение Выйти в лобби Интересно Что поменяется Но там два игрока Сразу же полезли Там закончилось И Со счета 1-1 Мы продолжим Так Прожимаем готовность А у вас ребята Там были написаны Никнеймы Да И совсем скоро Проверят победителей И Ну я жду сейчас Когда модераторы Скинут мне список И я смогу его огласить Оглашатор Обидно звучит Осуждаю на всякий случай Ну да Ладно О господи Какая смена Продолжение С счета 1-1 Команда Экскьюз Конечно Получила пощечину В ответ Сейчас самое главное После этой пощечины Оправиться То есть Если ребятки Из команды Экскьюз Забрали один раунд И дальше Просто отдали Целую серию Это будет конечно Супер печально Для них Поскольку Эту карту Они проигрывать Уже ни в коем случае Не могут Ради виса Открывается С хедшотом Натамаева Но и Здесь Пока что Положение вещей Лучше не становится Для команды Экскьюз Они теряют Первого игрока В этом раунде И возможно Бэпленд Уже под угрозой Криптон с дуалами Сидит в районе крыльца И ожидает захода Через зик Откидывается граната На которую Прямо Сейчас прибегает Даблки Криптон Успешно его подрывает Но проблема в том Что тиммейт Не смог Сдержать игру боковой Откуда соперник Уже просто В наглую Заходит на Бэпленд Минус для шпильки Продолжение перестрелки Под Бэплендом Но это просто Для отвода глаз Поскольку В данный момент Чейн находится Под Аплендом И ставит фугас Именно там Спокойно уходит Отсюда Верео Вместе с Сакрадом И собственно Теперь Экскьюзом Надо догонять Мало того Что надо догонять Так еще и По таймеру Самое главное Не пролететь Время уже 25 секунд И Чейн Находит минус на шпильку Омон разменялся Но Омона самого Потрепало 45 кп у него было Открытие на Сакрада И здесь Т77 Ему просто сносят голову Второй раунд Леви Вейк Крюшесносный Т77 Получается Заманила меня До порог До бела Со стены Поджимает Шпилька Дает хаешку Но она не успеет Взорваться Или даже успела Там все равно Как-то задела Дабл кью Но вот Открылся что дальше И забрал соперника Который как раз таки Эту хае бросал Трое живых В обороне 8 хп остается Под ногами У Томаева Просто взорвалась Хаешка Он остался В печали Омона окружает Сейчас наверное Должна быть задушить Или нет Мы на самом деле Находят Омон Томаев Но на этом все Томаев 8 холдпоинтов В живых оставался Но чейн при открытии Вапленд Сделал Раз пачку И два пачку Даже Потому что саперник Родов Он говорит Да И так сойдет Смотрим сверху Разбежки пошли Шпилька снова Жмет стенку Ага Давайте Посмотрим еще раз Открытие пошло Насмотрелись Минус прямой Имеется У игроков Играет Кем Так Ну и тут Экскюзу свое Отбросали уже 3 в 5 Томаев Под облантом На стенку Знает Да знает Против чейн открылся Забрал по нему фраг Игра в 4 Тают потихоньку Экскюзу И сейчас Омон Тоже Не думает Насчет КТ Там соперник Ну соперник Очень Неаккуратно здесь Выходил Но хорошо Намазал сахар Своего друга Потому что Тот сидел просто На катоспавне В нычке Омон не был Внимателен Ну и ТМФ По информации От тиммейта Идет ее проверять Прошел по пескам Никого не заметил Нычку Ага Посмотрел Открытие Свапы Перестрелка Здесь для Ради вису Нужно отходить Обязательно И он отошел Но потом решил Залить Окей На балке Последний Там Снова Прыкскок Прыкскок Свапы Прыкскок Свапы Прыкскок Прыкскок И вот Даже в конце Он все равно Не смог Да Понятное дело Тантамера Уже не оставалось Ну ребята Ну ребята У нас есть победители Вот получается Подводка Но здесь я вынужден Дать небольшую Ремарочку Так У нас Вот пишет Как раз таки Unstop28 Я так понял Второй раз нельзя Получать Да Да Второй раз нельзя И мы об этом говорили Каждый день Когда проводили Эти штуки Что дважды Победить В этом Нельзя Во-вторых Продолжаются вопросы А почему этот? А у меня вот тот Ребятки Мы делаем выводы Потому что мы видим Сейчас у себя на экранах Чат на Твиче Странный предмет И если у вас есть Какие-то Я не знаю Задержки там С интернетом Или еще что-то подобное Да Пинк у вас скаканул Если Очень много сообщений Наплывает в чат То Он вам отображает так А другим Отображает иначе Если вас Смущает То что сейчас Произошло В чате Вы можете Обратиться К нам В личные сообщения За получением Скриншота Того Что было у нас На экранах Поэтому Ребятки Это мы тоже Повторяем Каждый день И я еще раз Акцентирую Ваше внимание На том Что слушайте Пожалуйста Внимательно Чтобы потом Не было Таких ситуаций Когда Что-то произошло Вас это огорчило Расстроило Обидело Вы не поняли Что случилось И на нас Дуетесь Но хотя При всем при этом Мы вам Все Расклады Все варианты Все нюансы Всегда Озвучиваем Просто слушайте Нас внимательно Пожалуйста Да Факт Ну а мы смотрим За следующей половиной Здесь опять же Какая-то большая Печаль напала на эксклюзу Потому что Половина была проведена С счетом 1-5 Ну сейчас уже На табло 1-5 А так было 5-1 В пользу игроков Ивейк Так или иначе Ну и Здесь эксклюзом Нужно быть С супер большими молодцами Может быть в этом раунде Начну Обошли Былки последний Его забирают И вот Начало Да там ребята Пока обсуждают Тоже Кто у кого первый Кто у кого какой Ну все Ну а тем временем Мы смотрим с вами За Очередным раундом Который Возможно Пополнит Копилку Команды Экскьюз Ну а возможно И придаст сил Ребятам С команды Вивейк Минус есть От Сакарда Погибает все-таки Шпилька Разменивается Омон Пока что Отделывается Малой кровью Так скажем Но Дабл-Кью Добирается И до Томаева Преимущество За выжившими Игроками Команды Вивейк В одного бойца Но при всем При этом Укрепление Под Беплен Стягивается И мид Не тачек Дабл-Кью Вместе с Радивиса Съедают Двоих оппонентов За пару секунд Товерео Открывается На пиксель Сикрета Против Омона И спокойно Его ликвидирует Ну Экскюза Выходит На Магический Перезаход Конечно Могли наверно Ошибиться со счетом Хотя он не такой большой Был Ну в плане Не так много играли Чтобы ошибиться Вот скорее да Просто вышли Сбить темп Кто открывал коробки Эти скажите Что там Это так понимаю Про убийцы зомби Которые раздаются Ну Очевидно Там девайсы Из убийцы зомби Монстров Монстр Просите Убийцы монстров Драгон пишет У меня все как у админов Пишет Далее цитату Которая была у него В чате Я ребят Еще раз Акцентирую внимание На том Что чат На твиче Зависит В частности И от пинга И от нагрузки На него Если чат Сильно грузится Чего не было В данной ситуации То он может Отображать Неправильно У вас То есть у вас Отображает по одному У нас Отображает по другому Мы делаем выводы Только потому Что видим у себя На экранах Мы не можем Делать выводы По всем экранам Потому что вы Сами видите Сколько разных мнений У вас есть в чате И Здесь найдется Еще порядка Десятка людей Которые Так А у меня то Я третий был Ну я второй И мы всем Не можем выдать Поэтому мы делаем Выводы Только по тому Что видим Что видим у себя На экранах Поэтому Ребятки Не расстраивайтесь У вас еще будет Очень много возможностей Ввиду того Что все Кто победил В предыдущие дни До вас Они побеждать Больше не могут Вот например Unstoppable Он уже побеждал Вчера по моему Он забрал И сегодня Он написал Но сегодня Он не попал В списки победителей Потому что Он уже свое Получил Так что Каждый день У вас отсеивается По три конкурента А коробки эти Мы будем выдавать Плоть до Десятого числа Тем временем Ради Виса Идет на прессинг Ему это удается Он нашел фраг Для себя Его пытаются Поддержать тиммейты Там на поджиме Через ДЛ Находится Дабл Кью Который закрывает Криптона Разменивается ОМОН Выбивание на Верео Верео не успевает Законтрить Перемещение шарта Здесь в упоре Уже находится шпилька Который дает Дабл Килл Но на элементе Неожиданности Сыграли на самом деле Достаточно неплохо Ради Виса Остался в Соляново И как бы там Не пытались Выстоять игроки Команды Вивейк Все же их сносят с ног Ради Виса Возможно еще Отстоит интерес Своей команды Но времени у него На это очень мало Заходит потихоньку На мид Занимает шорт Для себя Там в упоре На кубах Находится шпилька Но не шпилька Так ОМОН На таймер уже Должен будет доигрывать Так что я бы сказал Что ситуация Максимально спокойна И стабильна Для игроков команды Экскьюз Шпилька справляется Самостоятельно Даже поддержка ОМОНа Не понадобилась И это очередной раунд Для команды Экскьюз Тот самый Магический перезаход Сработал Да Два раунда Вряд забрали После перезахода Идут пытаться Забирать третий Посмотрим Сработает ли магия Н2-1 Но она работает Только в самом начале Половины Здесь Это по сути Неприменимо Но может быть Все таки Углубнется удача Или нет Посмотрим пока сверху В принципе игра Немножко замедлилась Здесь в этом раунде По крайней мере Экскьюз Замедленно Наверное Подходит Под Нет это под Аплентом Хаешка летела Взорвалась Я думал Летела к Радивисам Шпилька Открутим на мид Перестрелка против чейна Чейн убивает Радивиса погибает Под Аплентом Дабл кью Хорошие фраги находят Сейчас 2 в 4 Большие проблемы Вот они начались Омон и Тамаев Вдвоем Тамаев ждет Открытие на стенке Замечает его Но Он в моменте Не был готов к перестрелке Когда чейн открылся То есть Тамаев там Чекал-чекал Типа все нормально было Никого не увидел Начал двигаться Как только начал двигаться По закону подлости Открывать соперники На пожалуйста Но все таки Не миновать им Здесь Выходы ревейков Раунд И Там же 5-1 было Ну вот сейчас 7-4 Должны по сути же Ребята выходить Может быть мы что-то Упустили Победилась Синяя команда Нет ничего не упустили Это хорошо Да Хорошо что мы ничего не упустили И Ну для вивейков В частности да Это хорошо Два Раза они победили В этой встрече Соответственно Это 6 тачей В табличку Им это очень Нужно Экскюз Ну еще 3 из предыдущего Закинь Плюс 9 Это да День максимально продуктивный К слову Сыграли Вивейки Так же продуктивно Как и Ребятки Из команды З То есть С которой У них Основной Забив Ну да Им удалось Получается По 9 поинтов Забрать За сегодняшний вечер В первом матче Вы играли З Во втором Сыграли в ничью Здесь Вивейки В первом Сыграли в ничью Во втором Вышли Победителем То есть Вариантов Прям Ну здесь Достаточно Было Чтобы Нагнать Или перегнать Своих оппонентов По группе Но В любом случае Еще есть целая Игровая неделя Впереди Которая Будет у нас Начинаться Со среды Следующей недели Поэтому Будьте внимательны Понедельник Вторник У нас Трансляции Не будет Но это уже По сложившейся Так сказать Тенденции Наших эфиров Также Ребятки Уже Закидываем Вам удочку На грядущую неделю Что Мы будем Также присутствовать На гвардии Против игроков Поэтому Если вы хотите Заходите Обязательно Мы за вами Посмотрим Но и в частности Всю следующую неделю Активности С раздачей Коробок Новой коллекции Убийца монстров У нас Остается Мы будем Раздавать И жетоны И коробки На протяжении Всей следующей недели Будьте внимательны Что касается Дополнительных Поинтов В летний Ивент Ребятки Вот это Не знаю Пока что У нас была установка Только до Конца этой недели Эту установку Мы выполнили Как мы уже Говорили ранее Не торопитесь Не переживайте Все поинты Дозачислятся В лаунчере Но спустя Какое-то время Ну а на данный момент Я отключаю вам Эту возможность Покупки дополнительных Очков В летний Ивент И дальше Уже будем Держать вас В курсе По возможности Но вообще По-хорошему Летний Ивент Уже подходит К своему Логическому Завершению Так что Навряд ли Эта опция Вернется До его Следующего Старта Ну а сейчас Мы будем С вами Прощаться Благодарим Вас За то Что вы Заглянули К нам На огонек И за то Что вы у нас В принципе Есть такие Милые Ламповые Бывает в чатике Конечно Ругаетесь Ну куда уж Без этого Мы с Илюшкой Конечно Стараемся Приучить вас К тому Что нужно Нажить В мире И дружбе Но Не всегда Это выходит За то Что вы у нас Ламповые Такие Красивенькие Все Да-да Именно вы Я закидываю вам Кадяу В чатик На прощание И мы с вами Прощаемся До среды Следующей недели У микрофона Для вас Как обычно Максим Чайфтерентьев Илья Стиви Хайдаров До среды Ребят Счастливо Ребята Ред Драгон Лучшее оружие Геймера